за счет механического момента. Эта конструкция с точнейшей регулировкой. По существующим правилам, переднее колесо не может быть ведущим. Если кто-то выступал бы на такой машине, скорее всего, у него было бы ощутимое преимущество. Но в ситуациях, подобных той, что случилось с Энди Маклау, соскальзывание переднего колеса равнозначно неумолая катастрофе. Причина? Скрытая угроза. Масло на трассе. Возможно, на траке оказалось масло. Каждый, кто поскальзывается на льду, поймет, каково это ехать по маслу. Здесь нет разницы. Внезапно сцепление с трассой пропадает, и вы теряете контроль. Масло на трассе меняют всю динамику мотоцикла. Торможение, ускорение, управляемость и все их комбинации. Масло — единственная вещь, которая не оставляет больших шансов. Вы ничего не можете сделать. В тот момент, когда вы видите масло, вы падаете. Почему Миклау пал, как тряпичная кукла? На выходе из поворота, наехав на пикное масло, его мотоцикл уступил гравитации и завалился на бок. Поскольку в подобных катастрофах гонщик не вылетает высоко в воздух, они считаются не такими опасными. Однако на гоночном кольце риск гораздо серьезнее. Когда мотоцикл приземляется на вас сверху, вас придавливают к земле 170 кг, и какой бы частой тела вы ее не касались, трение значительно возрастает. Поскольку разработчики супербайков не могли изменить конструкцию колеса, они обратили свое внимание к поддержанию нечистоты трассы. Возможно ли остановить пролив масла? Двигатель постоянно выбрасывает масло, масляную взвесь. Это неотъемлемая черта двигателя внутреннего сгорания. Чтобы представить себе сложность задачи, необходимо заглянуть внутрь мотоциклитного мотора. Смазывая десятки движущихся частей, в нем постоянно циркулирует масло. Гравитация заставляет его скапливаться в нижних частях корпуса, в опасной близости от земли. К несчастью, заключить двигатель в непроницаемый кожух нельзя. Мотор, заключенный в герметичную оболочку, сгорит, не доехав до второго круга. Решение? Не позволить маслу попасть на трек. Для этого конструкторы мотоциклов оснастили их специальным поддоном. Его называют нижним обтекателем, в наполнении к верхнему обтекателю. В нижнем обтекателе собирается все, что стекает с двигателя. Результат? Более сухие, безопасные трассы. Безопасность трасс, в смысле масла, серьезно улучшилась. В этой стороне существуют правила, по которым нижний обтекатель мотоцикла должен быть абсолютно герметичен и вмещать как минимум 3 литра жидкости. Он должен вмещать все масло, которое содержится в двигателе. Везение и барьер из тюков 7 спасли жизнь Энди Мэглау. Но в спорте, неразрывно связанном с опасностью, усовершенствование вроде поддона для двигателя защищает пилотов от скрытых опасностей и значительно увеличивает их шансы на выживание. В этих напряженных гонках катастрофа может вызвать все, что угодно, включая другого гонщика. Для одного легендарного пилота заезд закончился грандиозной свалкой из многих мотоциклов, что едва не стоило ему жизни. Апрель 1991-го. Команды со всего мира готовятся к ответственной гонке на испанском кольце Джарама, тяжелой и зрелистой трассе со сложным рельефом. Второй этап мирового чемпионата по супервайку. Шотландский гонщик Нейл Маккензи признанный профессионал с 10-летним опытом участия в гонках. Сегодня, ощущая давление оставшихся дома поклонников, он намерен прийти к финишу первым. Меня считали одним из лучших пилотов Британии, и на моих плечах лежала огромная ответственность. Я должен был стопроцентно выкладываться на каждой гонке. Выступая за английскую команду Хонда, Маккензи намерен выжать из своей Хонды RC30 все, на что та способна. Это мощная машина с двигателем 750 кубических сантиметров, отличная родословная, последняя модель в линейке лучших гоночных мотоциклов. Фред Меркли выиграл на ней два мировых чемпионата. Это очень успешный мотоцикл, одна из больших удач модельного ряда Хонды. Под пристальными взглядами публики гонщики замирают на старте, согласно результатам квалификационных заездов. Хорошее время в квалификацию критичное для успеха гонщика. Она дает пилоту шанс получить преимущество, а команде продемонстрировать превосходство. Все эти парни? Нет, мы, конечно, друзья, но, выходя на старт, ставимся непримиримыми с соперниками. Если кто-то квалифицировался лучше тебя, значит, у него лучше машина, и он способен делать быстрые круги. Если кто-то новенький внимательно следит за результатами квалификации и сам оказывает хорошее время на круге, значит, он умеет гоняться, и его нужно истригаться. Теперь, перед лицом 40 грозных соперников, Маккензи настраивается на гонку. Нервничаешь, гадаешь, удастся ли пройти первый круг, удастся ли завершить гонку. Что сегодня случится, никому не известно. По зеленому сигналу светофора, Маккензи и его соперники вышли на первый круг, ища любую возможность для вгона. Выход на передовые позиции в самом начале гонки дает хорошие шансы на победу. На первом кругу главное не упасть, не позволить соперникам оторваться, и ради этого мы готовы на все. В гонке можно сесть кому-то на хвост, на пару кругов и подождать хорошие возможности для обгона. Но на первом круге главное не отпустить соперников, важно удержаться за ними. В плотной группе гонщиков Маккензи приближается к первому ворожу. Внезапно в него влезается другой гонщик, сшибая еще пятерых одного за другим. В свалке голова Маккензи попадает под колесо в 160-килограммовые машины. Спасатели высовывождают поврежденного гонщика. Маккензи везут в отделение скорой помощи, и его состояние неизвестно. Помню только, как не смог пройти поворот, а затем как будто кто-то выключил свет. Я очнулся уже в больнице. Вспоминая о таких инцидентах, думаешь, до меня могло бы уже и не быть. Причина трагедии с Маккензи ясна как день. Классический случай, когда авария одного мотоцикла влечет за собой другие. На этих узких трассах поводный сценарий всегда готов реализоваться от первого круга до последнего. Остается одно, вклиниться в группу, и будь что будет. Нас разделяют считанные сантиметры. Иногда кто-то падает, но не задевает никого в группе. Тогда все в порядке. Но на первом повороте, когда падает кто-то в центре группы, другие гонщики сделают все, чтобы избежать ствотновения. И бывает, в результате падают сами. Неизбежные катастрофы, вроде той, что случилось с Маккензи, бросают инженерам уникальный вызов. Как повысить шансы пилота на выживание? На заре мотоспорта гонщики часто получали тяжелейшие травмы от ударов головой. Определенно, шлемы подводили, когда в них больше всего нуждались. Технологии шлемов, как и в любой другой технологии, чем больше ты узнаешь, тем лучший продукт получаешь на выходе. К сожалению, чтобы мы получили эти знания, кто-то должен попасть в аварию. Чтобы сделать шлемы безопаснее, инженерам приходится прорабатывать их конструкцию снаружи внутрь. Первый вызов — внешняя оболочка. Она должна принадлежать разрушение черепа и его отскок. Если сделаешь ее слишком прочной, она отскочит от трассы, и гонщик ударится головой несколько раз. Решение — два слоя — гашение удара. Два слова — гашение удара. Если вам удастся сделать так, чтобы машина, мотоцикл, шлем и другое безопасное снаряжение поглощали энергию до того, как она достигнет гонщика, вы сделаете им великое одолжение. Чтобы оболочка шлема лучше поглощала удар, инженеры испытали множество материалов в поисках прочности и гибкости. Лучшие результаты показали два продукта — кевлар, тканый синтетический материал, из которого делают пуленепробиваемые жилеты, и стекловолокно, используемые для суперпрочных конструкций вроде лодочных корпусов. Чтобы использовать лучшие качества обоих, инженеры применяют их вместе, в сочетании с другими материалами. Результат — неупругий шлем, довольно прочный, чтобы защитить человеческий черепот удара а трассу на высочайшей скорости. Шлем принимает удар на себя. Он должен сохранить свою целостность. Очевидно, нельзя, чтобы что-то могло его пробить. Он должен иметь большое сопротивление к трению. При аварии шлем часто долго скользит по бетону или асфальту. Еще более трудная задача — внутренняя конструкция шлема. Чтобы предохранить гонщиков вроде Нейла МакКинзи от еще более тяжелых повреждений, шлем должен защищать мозг. При ударе главное назначение шлема — замедлить мозг. Почему? Желеобразный, хрупкий, окруженный жидкостью. Чем сильнее мозг ударится внутреннюю стенку черепа, тем тяжелее его повреждения. От сотрясения мозга до смертельного кровоизлияния. Гениальное решение — зоны смятия. Шлемная технология...